Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я сотрудник отдела обслуживания. Я вам расскажу немного о библиотеке и электронном заказе литературы. Начиная с нового учебного года, электронные читальные залы работают в обычном режиме. Единственным условием доступа является наличие маски и соблюдение индивидуального пространства. Учащиеся могут получить доступ к электронным читальным залам при наличии читательского билета. Если читательский билет отсутствует, получить его можно в аудитории номер 121. Далее в ролике мы узнаем, что такое электронный заказ литературы и как заказать и получить интересующие нас книги на руки. Удаленный заказ – это предварительный заказ литературы из фонда в библиотеке, не требующий личного присутствия читателя с помощью сети интернет на сайте библиотеки. Фонд библиотеки на сегодня составляет около 1 миллиона изданий. Он достаточно большой, и чтобы подготовить вашу литературу необходимо время. Электронный заказ позволяет сделать этот процесс более удобным для читателя. Получив заказ, сотрудники библиотеки подготавливают и доставляют издание на соответствующий пункт выдачи – абонемент или читальный зал, или информируют об отказе или задержке литературы. Через установленный промежуток времени читатель может получить необходимое ему издание. Чтобы заказать литературу, нужно перейти в электронный каталог на сайте библиотеки. Обратите внимание, на этой странице два раздела – каталоги и электронная библиотека. Разница между ними в том, что коллекции электронной библиотеки содержат полные тексты документов, доступ к которым можно получить с экранов монитора. Порядок доступа к каждой коллекции указан ниже в ее описании. Каталоги содержат библиографическую информацию и не содержат полных текстов. Электронный заказ осуществляется по первым двум базам – книги и периодика. Обратите внимание, для помощи читателям на этой странице содержится инструкция с пошаговыми примерами, к которой можно обратиться в любое время, если возникают какие-то либо затруднения с удаленным заказом. Переходим в электронный каталог книг. Первое, что нужно сделать – это авторизоваться, ввести логин и пароль. Логином является ваша фамилия на русском языке, а паролем – цифры штрих-кода читательского билета. После авторизации можем приступить к поиску литературы. Поиск может быть осуществлен по автору, заглавию или году издания. Если ни одно из этих условий неизвестно, можно искать по ключевым словам. Кроме стандартного поиска можно воспользоваться расширенным и профессиональным, которые позволяют формировать более точные поисковые запросы, а также использовать условия, которых нет в стандартном поиске. Допустим, нас интересует конкретная книга. Формируем запрос и нажимаем кнопку «Поиск». В описании нашей книги указано место хранения и количество экземпляров. Нажимаем «Заказать». Обратите внимание, если не авторизоваться на сайте, заказать нужную литературу будет невозможно. Подтверждаем наш идентификатор читателя, цифры штрих-кода читательского билета и указываем место выдачи – абонемент или читальный зал. Внимательно отнеситесь к выбору места выдачи. При выборе «Абонемент» мы получим литературу на руки для работы дома. А при выборе «Читальный зал» литературу выдадут только для работы в читальном зале и забрать книгу домой будет нельзя. Нажимаем «Заказать» – наш запрос уходит в обработку. Все заказанные нами книги мы можем посмотреть во вкладке «Моя корзина заказов». Обратите внимание, если по ошибке мы заказали не ту книгу или просто передумали, можно удалить заказ. И сделать это можно до того, пока статус его не поменяется, заказ не выполнен, но заказ забронирован. Статус «Заказ забронирован» сообщает, что экземпляр издания изъят из общей системы заказа и закреплен за читателем. Если на один экземпляр поступило несколько заказов, то он бронируется за читателем, приславшим заказ первым. Бронирование экземпляра сохраняется в течение трех дней от даты заказа. Если в течение трех дней читатель не пришел получить свое издание, то бронирование снимается. Издание отправляется к месту хранения и снова становится доступным для заказа. Издания заказываются по одному. Одновременно можно заказать не более 12 экземпляров изданий, то есть в корзине читателя находится не более 12 невыполненных заказов. При одновременном заказе издания сверх установленной нормы, система выдаст информационное сообщение с предупреждением. В случае, если библиотека не может выдать требуемое издание, то читателю поступит отказ с объяснением причины. Увидеть это можно в корзине заказов. Вся информация о выданной литературе и сроках ее возврата хранится во вкладке «Электронный формуляр». Электронный заказ невозможен при нарушении читателям следующих правил пользования библиотекой. Если читатель не продлил или не вернул в положенный срок 5 или более экземпляров изданий. Если у читателя имеется 40 или более изданий, то заказ 41 книги невозможен. Экземпляры издания не выдадут, если эта книга есть у вас на руках. Второй раз взять домой одну и ту же книгу не получится. В этом случае будет оформлен отказ. Если вы испытываете затруднения в работе, либо если у вас есть вопросы, то можно обратиться к разделу сайта «Вопрос библиотекарю». Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, можно задать вопрос сотруднику библиотеки на сайте, заполнив соответствующую форму. Спасибо за внимание! Будем рады видеть вас в читальных залах и на абонементах нашей библиотеки.